МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Герман Токарев о главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий обсудил со студентами филиала ДГТУ предложение о поправках в Конституцию Российской Федерации. Администрация города продолжает помогать пострадавшим от взрыва бытового газа азовчанам и изыскивает для этого дополнительные источники средств. Назначен новый заместитель главы администрации Азова по внутренней политике. Сегодня в Азовском технологическом институте филиале ДГТУ депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий встретился со студентами, чтобы обсудить предложение о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. Подробности в сюжете. Выступая перед студентами Азовского технологического института, депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий отметил, поправки в основной закон страны, предложенные президентом Владимиром Путиным, в первую очередь направлены на обеспечение территориальной целостности России после смены лидера. Понимая, что придет время, когда вместо него придет кто-то другой. Этот другого сядет, у него будет искушение сесть за стол переговоров с теми же японцами и отдать Курильские острова. У нас же земли много, давайте отдадим. Или сядет за стол переговоров с Эстонией, они же хотят Пылковский район забрать в Псковской области, ну давайте отдадим, они же хотят этого. Как говорила Маргарет Оборайт, бывший госсегтарь, Сибирь для России это много. В случае принятия поправок лидер страны, кем бы он ни был, не будет иметь право на отторжение территории России. Однако до референдума необходимо провести широкую разъяснительную работу среди населения. Депутат обратился к студентам с предложением. Нам необходимо в Азове те лица, молодые, которые пользуются уважением авторитетом в своей среде, лидеры общественного мнения. Нам нужны волонтеры Конституции. У студентов оказалось немало вопросов к докладчику. То есть правильно я понимаю, главный посыл Конституции новой, это неделимость нашей территории? Да, самое главное в нашей Конституции, которую мы с вами примем, это ни у кого не будет возможности отторгнуть хотя бы сантиметр нашей территории. Это правильная неделимость нашей земли. Вопрос следующий. А что не так в текущей Конституции? Что именно? Какие изменения будут? По словам Виктора Водоладского, в действующей Конституции прописан закон, который препятствует развитию, является своеобразными путами для государства. Это превалирование международного права над правом государственным. И по международному праву сегодня любой международный суд применять будут те или иные решения, которые связаны с нарушением суверенитета нашей страны. Была сказана тема насчет того, что в России очень сильное вооружение и то, что за эту страну нашу уважают и как принимают. А неужели за что-то другое нельзя как-то уважать? То есть только за вооружение? Или есть какие-то другие темы? Хороший вопрос. Хороший вопрос, и поэтому нужно чаще с вами встречаться. Не раз в два года, а хотя бы раз в полгода. Виктор Петрович напомнил, что каждые 75-100 лет вокруг России сжимается кольцо недружественных сил. Страна вынуждена защищаться, а ее ученые разрабатывать механизмы обороны, а не нападения. Россия несет в себе, у нас заложен генетический код несения добра. Россия никогда ни с кем не воевала. Никогда. Россия всегда защищала интересы своей и тех братских народов, которые с нами жили в соседских отношениях. По словам Виктора Водолацкого, другие страны уважают Россию не только за уникальную систему национальной безопасности, но и за помощь, постоянно оказываемую другим странам. Работая депутатом, мы постоянно принимаем решения о прощении долга той или иной стране десятками, сотнями миллионов долларов. Вот мы им помогали, заключали соглашение, а потом нечем им отдавать. Мы их прощаем, а другие страны не прощают. Вот нас уважают за нашу доброту, за то, что Россия добрая, светлая страна. Поэтому нас за это уважают. Но мы за это платим большие деньги, за то, чтобы обеспечить безопасность тебя, твоих будущих детей, здесь сидящих, меня в том числе. Вот поэтому мы это и делаем. Подводя итоги встречи, депутат отметил активность азовской молодежи. Меня это радует, потому что это азовская молодежь, она активная, она интересная. Они желают сотрудничать, желают проявить свою активную жизненную поездницу, но именно так, как они хотят. Что касается, собственно, поправок в Конституцию, то работа над ними еще продолжается. 10 марта Государственная Дума примет окончательный вариант, который и будет вынесен на референдум 22 апреля. Татьяна Ивашенко, Александр Кучиц, Азов.Инфо. В связи с продолжающимся режимом чрезвычайной ситуации, внимание руководства и города простых азовчан приковано к дому номер 84, дробь 108 по переулку Павлова, который пострадал от взрыва бытового газа. Какой является ситуация на сегодняшний день, узнали наши корреспонденты. Олег Анушкин вместе с женой и четырехлетним сыном проживал в квартире номер 7, которая расположена под той, где произошел взрыв. В момент так называемого хлопка он вместе с другими соседями находился на площадке второго этажа. МЧС после уже как взорвалось. Приехали пожарные, приехали минут через 10. И все остальные уже с минуты на минуту подтянулись за пожарными. То есть вот это вот 10 минут полыхало все? Да, 10 минут примерно было. Было до того, как начали тушение горело. Люди, которых накрыла взрывная волна, получили различные телесные повреждения. Мышца, бицепс, сильный ушиб. В общем, пока мышца не работает. Здесь были ожоги, синяки и повреждения кисти. Здесь волосы опалились. Квартира, в которой проживали Анушкины, пострадала не только от взрыва, но и от последствий тушения пожара. Практически все вещи пришли в негодность. Сейчас, как и некоторые другие жители дома, молодая семья проживает в гостинице «Солнечная». Пока нам объяснили, что 2-3 месяца будут делать проектную смертную документацию, готовить. Через 2 месяца, около 3-х, должны выйти на строительные работы только. Сейчас пока там сделают временное ограждение, должны сделать. По словам депутата Государственной думы Виктора Водоладского, в целях нормализации ситуации предпринимаются все возможные меры. Началась выдача компенсационных выплат жителям дома, чьей квартиры и имущество пострадала. Кроме этого, как сообщил Виктор Водоладский, глава администрации Владимира Щупкин инициировал возможность дополнительной помощи гражданам. Глава сегодня администрации, понимая трудную ситуацию, это не уход его в обязанности, но он понимает, что людям надо помогать. И вот сегодня он проводит встречу с теми людьми, которые окажут финансовую помощь дополнительную в ремонте этих квартир. Поэтому максимально все, что можно и не можно администрация делает, работает, а вы зайдите в социальные сети и там, извините, пишут, такой бред. Вот мне хотелось бы задать вопросы, зачем? Молодцы, спасибо. Все сделали быстро. Хотя, как они сказали, что этот процесс затянется, мы, конечно, были все в шоке. Но молодцы. Вот что касается вселения вот этих вот двух подъездов, люди работали, день и ночь работали и сделали все возможное, можно сказать, и невозможное, чтобы люди смогли вселиться. Даже вот как был сильный дождь, а люди на крыше работали, чтобы сделать дымоходы. За это, конечно, им большое спасибо. От имени всех жителей пострадавшего дома Светлана Григорьевна обратилась к руководству города с просьбой посодействовать в обустройстве детской площадки и восстановлении наружного освещения. Татьяна Ивашенко, Александр Кучец, Азов.Инфо. К другим новостям. Сегодня в должность заместителя главы администрации Азова по внутренней политике вступил Олег Викторович Гридин, сменивший на этом посту Виктора Анатольевича Пшеничного, который назначен председателем контрольно-счетной палаты города. Я работал заместителем главы администрации Кулешовки, исполнял обязанности главы Кулешовки около года. Азов хорошо знаю, это мой родной город. Вопросы, которые мне предстоит курировать и взаимодействовать, это, прежде всего, работа с вами, с населением, с общественными организациями, с городской думой, с территориальным общественным самоуправлением. То есть, в принципе, я хочу достучаться до каждого старшего по домам, как минимум. Ну и через них до всех жителей, максимально с кем сможем наладить взаимодействие, сделать власть более открытой к людям. Потому что, допустим, мэр не всегда может выйти на контакт с людьми и по каждому вопросу не в состоянии дать ответ квалифицированный. Я думаю, что вместе с вами мы эту работу начнем, и у людей будет меньше вопросов. Начался прием документов для участия в конкурсе на должность главы администрации Азовского района. Для участия в конкурсе кандидату нужно предоставить определенный пакет документов конкурсной комиссии, в состав которой входят заместитель председателя законодательного собрания Ростовской области Вячеслав Николаевич Василенко, управляющий делами администрации Азовского района Ульяна Владимировна Шалыгина и пенсионерка Надежда Андреевна Шевченко. После того, как комиссия рассмотрит документы, будет вынесено решение, допускать ли того или иного кандидата к дальнейшим испытаниям. В их число входит собеседование и профессиональное тестирование. Подать документы на участие в данном конкурсе можно до 2 марта. Сам конкурс состоится 12 марта в администрации Азовского района. Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии по их заверению назвали точную причину массовой гибели рыбы в Дону, которая была зафиксирована 18 февраля на одном из участков реки. Стали известны результаты обследования воды, донных отложений и пеленгаса, собранного на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Донского правительства. Согласно полученным данным, признаков паразитарных и бактериальных заболеваний рыбы обнаружено не было. Концентрация ядовитых веществ, зафиксированная в воде, не могла привести к гибели пеленгаса. Уровень органического загрязнения, гидрохимические показатели и количество пестицидов также не превышают норму. Таким образом, сообщили в пресс-службе Донского правительства, подтверждается первоначальная версия о том, что погибшая рыба якобы является уловом, выброшенным с борта плавсредства. В настоящее время Азово-Черноморское управление Росрыболовства проводит административное расследование по факту происшествия. А мы продолжаем рубрику «Мобильный репортер». Сегодня в ее объектив попало видео, где азовские казаки передвигаются на лошадях по городскому тротуару. При этом животные оставляют за собой характерный след. Люди, которым придется идти по этой же дороге, будут вынуждены обходить навозные кучи. Во всем цивилизованном мире для подобных прогулок давно применяются специальные приспособления. Почему азовские казаки не взяли это на вооружение? И если уж конфуз случился, то по какой причине не убирали за своими животными? Вопрос остается открытым. Следующее видео касается территории бывшего кинотеатра «Родина». Здесь более 20 лет находится заброшенная стройка, обнесенная забором. Убогий вид которого, мягко говоря, портит облик города, а точнее его самый центр. Сегодня на данной территории было замечено движение, а именно появилась тяжелая техника и началась расчистка площадки. Вы также можете стать участником рубрики «Мобильный репортер». Если вы оказались очевидцем какого-нибудь интересного события либо правонарушения, снимайте видео на камеру мобильного телефона и присылайте в нашу рубрику. Номер WhatsApp 8 950 858 33 67. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсор прогноза – Донская юридическая коллегия. Профессиональная юридическая помощь в арбитражном суде. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч. Донская юридическая коллегия. Полный спектр юридических услуг. Защита прав потребителей, семейные дела и наследство, автоюрист, представительство в суде, сопровождение сделок, помощь дольщикам и многое другое. Переулок Олега Кашевого – 28. Первый этаж – офис 12. Донская юридическая коллегия. Многолетний опыт работы и команда профессионалов. В пятницу 28 февраля небольшой дождь. Температура днем плюс 7-9, ночью плюс 1-3. Ветер юго-западный 8-9 метров в секунду, влажность воздуха 77%. Уровень воды в реке Дон на 47 сантиметров выше отметки 0. Температура воды в реке плюс 4 градуса. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова